Сегодня в райадминистрации прошло очередное совещание актива района с участием глав сельских муниципальных образований, руководителя хозяйств, организаций и структурных подразделений. Вел в совещание первый заместитель главы администрации района Зайгир Баташев. День Конституции Российской Федерации – это не просто оказание правительства, но и памятный день, принятие документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами и можем участвовать во всех политических, экономических и социальных процессах. Процессов, происходящих в нашей стране. Конституция новой демократической России вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданского права и свободы, независимости и целостности с Российской Федерации. Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные Конституцией нормы. Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а тут каждый из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы, в развитие района и его настоящее будущее. Конституция дает нам возможность эффективно решать текущие задачи двигаться по стратегическим целям, реализовывать свой потенциал в общественной, социальной и экономической жизни. Отмечая дату, необходимо помнить, что вместе мы можем построить сильную Россию, сделать ее действительно свободной, демократичной и благополучной страной. Не стоит забывать, что исполнение любого закона всегда зависит от граждан, то есть каждого из нас. Научиться уважать и неукоснительно соблюдать требования Конституции – это важнейшая задача, стоящая сегодня перед органами власти и гражданами Российской Федерации. Вот этот замечательный торжественный день желаю всем жителям района добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях на благо района, в республике нашей страны. Слово для выступления предоставляет Сахар Мурат Шахсултанович, представитель собрания, дату муниципального района. Уважаемый актив района, 12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу демократии, определил стратегический путь развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской государственности, надежно обеспечивая гражданские и экономические свободы. Конституция – это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. Главный закон нашей страны стал основой развития демократических ценностей, процветания отечества. Единство нашей большой многонстанной страны – защита прав и свобод и его граждан. Следуя его положению, все вместе мы создаем сильное экономическое, независимое и социально ориентированное государство, преодолевая трудности и отвечая на вызовы времени. Мы движемся вперед, укрепляем позиции нашей республики и страны с телом. Уверен, что созидательная работа каждого жителя нашего района всех россиян позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и принципы, создать действительные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие граждан России. Уважаемый актив района, от себя лично и от собрана депутата муниципального района, сердечно поздравляю вас с днем Конституции Российской Федерации. Желаю вам успехов в деятельности на благо нашей республики, нашего района. Здоровья, счастья и всего самого доброго. Поздравили жителей района с государственным праздником, днем Конституции Российской Федерации, также и начальник отдела культуры Идри Загалов, председатель исполком местного отделения ВВП «Единая Россия» Сеатр Санханова и другие. 12 декабря – знаменательная дата для России. Это официальные и национальные праздники, именуем днем Конституции Российской Федерации. Этот праздник – замечательный повод задуматься о себе, о нашей жизни, о нашей замечательной стране России. День Конституции России, который ежегодно включается, 12 декабря – один из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция – это правоводок, фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. У Российской Конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой и не совсем добрые. Конституция, которая действует в России сейчас, это принципиально новый закон, основанный на принципах демократизма, призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином Российской Федерации. В Конституции в стране основополагающий акт, на базе него строится общее развитие общества. Да, и всего государства. 12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации. Этот день и стал официальным государственным праздником Российской Конституции. Несмотря на то, что День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, обычный будний день, все районные учреждения культуре этот праздник отмечают достаточно широко. Проводятся тематические вечера, дискуссии, круговые столы, конференции, части истории, фестиваль детского творчества, которые направлены для знакомства с основными положениями и фундаментальными законами Конституции современной России. Как меняется Конституция России, меняется и ее жизнь. Наша Конституция совсем молодая, но стоит признать, что со дня ее принятия подписания наша жизнь изменилась до неузнавательства и стала намного лучше. Конституция Российской Федерации – основа наших свобод и благополучия. Без нее не могло быть и в нашей стране. Когда закон не только соблюдается, но и тщательно продуман от А до Я, на благо всего народа и каждого человека, только тогда в стране может жить хорошо и привольно. Желаем вам не забывать вносить свой маленький вклад в светлое будущее в нашей стране. День Конституции Российской Федерации я поздравляю вас и хочу пожелать всегда быть горячим патриотом из своей страны, всегда любить ее, приумножать, помнить и приумножать, даже если придется жить на краю света. Еще раз поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Спасибо. Сегодня, вот уже 24 года, мы празднуем День Конституции Российской Федерации, который является праздником для всех, кто чтит и уважает наше Отечество. Его правовые основы, его историю. Многонациональность, его культуру и традиции. Принятие этого документа было связано с большим политическим событием, которое прошла наша страна. Многое изменилось, много сложностей у нашего государства и есть сегодня. День Конституции – это праздник, позволяющий всем гражданам нашей страны вновь осмыслить значение этого ключевого документа в развитии нашей страны. Конституция Российской Федерации, заложенные в ней ценности и принципы, обладает большой, созидательной, объединяющей наше общество силой. Она же является гарантом стабильности и процветания России. Конституция Российской Федерации имеет огромное значение для развития системы местного самоуправления и формирования законодательства о местном самоуправлении. В нем основной конституционной сутью местного самоуправления является самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Конституция Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Мы должны сегодня поддерживать активное участие граждан в общественной жизни на местах, вовлекать жителей в процесс принятия решения местного самоуправления. В своем послании Владимир Путин отметил, что принцип справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их, в том числе и на международной арене. В такой же степени мы обязаны гарантировать их реализацию внутри нашей страны, в отношении каждого человека и всего общества. Слова нашего президента еще раз подтверждают, что для каждого из нас и всех людей власти Конституция должна быть непререкаемым авторитетом. Органы власти, должностные лица должны основываться в своей деятельности на нормах и принципах Конституции. Это важнейшие условия обновления нашей страны, республики, политических и экономических преобразований, которые позволяют улучшить жизнь своих граждан, сделать нашу страну, республику, в том числе и наш район, успешным и благополучным. Владимир Путин всегда призывал бережно относиться к основам закона, к заложенным в нем нормам, общенациональным ценностям. Сегодня мы все вместе должны осмыслить эту гражданскую позицию и с опорой на Конституцию быть солидарны и сопричастны к каждой судьбе нашей Родины, понять суть высказанных нашим президентом Владимиром Путин слова в его послании к Федеральному собранию. Конституцию мы принимаем вместе, а значит всем народом решали, каким будет настоящее и будущее нашего государства. Именно Конституция, гарантия наших главных прав и свобод, гарантия стабильности, безопасности, гарантия всего, что мы имеем и многое зависит от каждого из нас. Чем больше граждан включается в общественную, политическую, полезную работу, тем успешнее наша страна. И от имени Хасавиртовского районного местного отделения партии «Единая Россия» и от себя лично позвольте поздравить вас с замечательным праздником и пожелать вам успехов в работе на благо нашей Родины. Крепкого здоровья, удачи, благополучия и всего самого доброго. Слово предоставляет Закарею Рустаму Закаревичу, заместителю начальника Сайтовского территориального отдела номер 5 филиала Уважаемые гости и коллеги, поздравляю вас с государственным праздником и Конституцией России. Конституция Российской Федерации была принята перенародным голосованием в 12 декабря 1993 года. Это самый государственный праздник в жизни страны, потому что по ее законам в жиле и работе. В наших сердцах этот праздник был, остается символом единения и солидарности, взаимной поддержки и сплоченности всего российского народа. Ведь принятие Конституции позволило укрепить институты государственной власти и местного самоправления, обеспечить политическую и экономическую стабильность в стране. Основной закон ворвал в себя опыт прошлого и открыл новые возможности для возрождения духовных и культурных ценностей. Государство заложило основы построения правового общества, придал импульс развитию демократии. Все, что происходит в стране, в жизни нашего муниципального района, все делается на основе Конституции, основного дохода государства, обладающего высшей юридической силой. Благодаря Конституции мы получили возможность самостоятельно распоряжаться территорией, на которой живем, формировать свой бюджет, оставим свой уголь. Конституция не только гарантирует нам права и свободы, но я обязан к тому, что каждый из нас мог осознать высокую ответственность за каждый случай и поступок, и жить в соответствии с государственным долгом. По всей жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции, но ее положение, закручиваемое законодательством, всегда нацелено на защиту каждого жителя страны. Но не стоит забывать, что свои права и обязанностям нам сохранит только порядок в нашем районе. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, имеем согласие, стабильность и межность, в завтушербе успешного труда на благах Азербезовского района. Далее совещание продолжилось обсуждением повестки дня о прогнозе социально-экономического развития района и докладчиком выступил Олимпаша Казаков, начальник управления экономики, инвестиций и развития МАЛА, предприниматель администрации муниципального образования Хасавертовский район. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Хасавертовского района 2018-й год и плановый период, 2019-2020 год, разработан управлением экономики на основе инструктивной информации и установленными индексами-дефляторами Минэкономразвития Республики Дагестан и исходя из задач стратегии социально-экономического развития Мохасевский район до 2025 года и приоритетным проектом развития Республики Дагестан. Разработка прогноза осуществлялась Министерством экономики Республики Дагестан. Муниципальным образованием предложен вариант прогноза на 2018 и до 2020 года. Среднесрочный прогноз характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях изменения внешних и внутренних факторов и сохранения основных тенденций, изменения эффективности использования ресурсов. При разработке основных макроэкономических показателей прогноза на период до 2020 года учтены анализы сложившейся ситуации в предшествующем периоде, итоги развития экономики в 2016 году и за первые полгодия 2017 года в целях отверждающего социально-экономического развития экономики района до конца текущего года и на среднесрочную перспективу. В прогнозировании периода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года основной вклад в рост промышленного производства будет уносить малое и среднее предпринимательство. Частные предприятия производят бетонные и железобетонные изделия, красный кирпич, шлакоблоки, тротуарную плитку, пластиковые окна и двери. В районе функционируют партию мельниц по производству муки и кармикормов, пекарни по выпечке хлеба и хлебоволочных изделий. В районе будет продолжена работа по реализации политики импортозамещения в сельском хозяйстве. В целях вскоренного развития агропромышленного комплекса района реализуется приоритетный проект Республики Дагестан – эффективный агропромышленный комплекс. Основным производителем сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные хозяйства, населения, терминские хозяйства и церковские предприятия. К 2020 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение объемов производства продукции на 16% от уровня 2016 года. Основные направления агропромышленного комплекса района – это развитие зернового хозяйства, производство технических культур, развитие овощеводства, виноградарства, садоводства, стимулирование развития лесоводства, кормовой базы, развитие скотоводства, мясного и молочного направления, стимулирование развития птицеводства. Инвестиции. Привлечение инвестиций в развитие территории муниципального образования остается одним из главных условий обеспечения необходимых темпов экономического роста и решения первоочередных социальных задач. Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в районе составили по 2020 году 110,7%. Администрация МОХ-Союзский район были представлены полномочным представителем главы РД в Северном территориальном округе РД проблемные вопросы по строительству объектов социально-культурного назначения. В районе есть объекты 1996 года, начало строительства, 73% готовности к требующей продолжения строительства. Решением собрания депутатов муниципального образования Хосоевский район утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений и муниципального образования Хосоевский район на 2017-2025 годы. Образование. Наиболее острая проблема в Хосоевском районе с обеспеченностью общообразовательными и дошкольными учреждениями. Удельные весы обучающихся в муниципальных образованиях, образовательных учреждениях, занимающихся первой сменой, составляет 58%. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образовательным учреждениям на 12,6%. Принятие майских указов президента РД способствовало частичному решению ряда социальных проблем, в том числе реальную потребность районов в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Строительство учреждений общего образования. В рамках республиканской инвестиционной программы, в том числе за счет средств федерального бюджета, запланировано завершить проектирование и строительство школ на Слен, Пунктах, Карланьюр, Теречная, Хамаюр, Кадратар. В финансах принимается ряд мер, направленных на расширение налогоблагаемой базы, увеличение поступлений в консолидированный бюджет района. Проводится работа по реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта развития отделения экономики, направленного на выведение экономики из тени за счет активизации работы органов власти всех уровней, обеспечения их эффективного взаимодействия. В работе предусматривающая актуализация налоговой базы по имущественным налогам, легализация теневой зарплаты, выявление и постановку на учет предпринимателей, осуществляющих деятельность без регистрации. Задействованы федеральные органы власти совместно с органами местного управления в рамках заключенных соответствующих соглашений по взаимодействию. Среднегодовые темпы роста розничной торговли в районе составят в 2020 году 115%, платных услуг 114,5%. Оборот розничной торговли в районе составит в 2020 году 817,2 млн. рублей, платных услуг населению 1,647,2 млн. рублей. Развитие рынка труда в значительной степени определяет ситуации в экономике. Благодаря проводимой работе по реализации мероприятий, приоритетом проекта развития Республики Дагестан, крупных инвестиционных проектов, государственных программ РД, содействия занятости населения. Ситуация на рынке труда до конца текущего года останется относительно стабильной. Что касается демографии. Наиболее острыми проблемами в сфере социально-экономического развития района, которые будут актуальны и на плановый период, остаются мероприятия по реализации майского указа президента Российской Федерации. В 2018-2020 годах прогнозируются рост показателей, свидетельствующих о постепенном повышении уровня жизни населения, то есть денежных доходов среднемесячной зарплаты пенсий прожиточного минимума на фоне замедления роста инфляции при сокращении доли населения с доходом ниже прожиточного минимума. Предусматривается, что рост реальных денежных доходов населения будет обеспечиваться кроме снижения уровня инфляции, также за счет повышения оплаты труда в бюджетной сфере среднего размера трудовых пенсий и увеличения зарплаты в производственных секторах экономики района. В районе продолжает сохраняться тенденция роста численности населения за счет естественного роста, перекрывающего отрицательное сальдо миграции. В период 2018-2020 годов прогнозируется рост среднегодовой численности населения на 103,2, что составит 174 тысячи человек населения. Сегодня численность населения в районе на 1 января 2017 года составляет 167 тысяч 115 человек. В 2020 году численность занятых в экономике по сравнению с 2016 годом увеличится на 2,1%. В прогнозируемом переводе предполагается, что уровень безработицы к экономическому активному населению составит 15,9%, официально зарегистрированную 1,48%. В 2020 году в экономике будет занято 54 тысячи 300 человек. Прогнозируется ежегодно создавать 502 новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Более 300 человек. Таковы основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2018-2020 годы. У меня все. О проводимой работе в сфере образования в своем выступлении рассказал начальник районного управления образования Абдулла Абдулаев. Основные показатели социально-экономического развития в области образования это доведение средней заработной оплаты педагогических работников до уровня среднего по экономическому преступлению места. Улучшение площадей образовательных, так и дошкольных образовательных учреждений и увеличение количества оплаты детей образовательных учреждений, качественное оказание образовательных услуг и улучшение показателей по итогам единого государственного экзамена. Немаловажным показателем социально-экономического развития является количеством педагогов, прочищенных курсов, повышение квалификаций и количеством трудоустроений молодых специалистов и уже инвалидов, имеющих право на работу. Хочу дать сюда ваше сведение, что, выполняя майский указ президента Российской Федерации, доведение средней заработной платы учителей, выполнение составляет 100%. Средняя заработная плата педагогического работы по дошкольным образовательным учреждениям за истекший год состояла 17 421 рублей. Средняя заработная плата по дошкольному образованию составила 18 890 рублей и по дополнительному образованию составила 17 561 тысяч рублей, что соответствует средним по экономике института регистратора. Уважаемые коллеги, хочу дать вас довести, что в 2016 финансовый год в системе образования было закрыто в полпись переходящей задолженности и в 2017 год мы уверены, что так же закроется, потому что мы уже провели расширки. Количество детей от 3 до 7 лет в районе в 2016 году составляло 13 346 детей, из которых дошкольного образовательного учреждения охвачены были 2440 рублей, что составляло 18 3 процентов, а на 17 год количество детей от 3 до 7 лет составляет 16 346 детей. И охват составляет практически, охват снижается от 16 3 процентов. Трудно и хорошо, у нас есть рост, но вот этот процент охвата уменьшается. В электронной очереди стоят 1674 детей. За счет увеличения площадей и воду в эксплуатацию после капитального ремонта от 3 количества дошкольного образовательного учреждения увеличено количество охвата детей на 202 месяц. За счет частного государственного партнерства количество мест дошкольных образовательных учреждений увеличено на 130 месяц. Это селены Муцлавовы и Петерковские на 90 метров, на 90 месяц и Муцлавовы 130 месяц. В перспективе открытия и получения лицензии находятся частности от расселения Мокровской. Общий контингент учащихся в учреждениях в 2017-2018 учреждениях составляет 23 944 учащихся, что составляет 100% охвата детей дошкольного возраста. Для информации скажу, что проект МО, что образовательных учреждений района составляет 18 609 мест. Хорошим достижением и показательным образованием является реализация проекта «Дошкольный образовательный стандарт», то есть согласно распоряжению ГУАМОНского образования по СССР во всех образовательных учреждениях открытия группы краткого временного пребывания. Селены выполнения МАЭС по указу президента Российской Федерации. И охват дошкольного образования, дошкольного образовательного стандарта составляет 2512 детей, что составляет 100% детей, которые пойдут в следующем году на первую школу. Несмотря на проблемы, вопрос с трудоустройством, население тоже решается эффективно и уже есть неплохие результаты. За докладчиком по основной теме также выступил директор Центра занятости населения Исмаил Даниилов. Главным фактором определяющего состояние рынка труда является перспектива развития экономики и важнейших отраслей в районе. Благодаря мерам, принимаемым в городском районе, ситуация с обеспечением населения рабочими местами в районе стабилизируется. В 2018 году ожидается увеличение предложения рабочей силы, основным за счет демографических факторов. Кроме того, на ситуацию на рынке труда будет активизация создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве. В целях поддержки и развития занятости населения, создания и сохранения рабочих мест в сельском районе, деятельный Центр занятости населения направлен на организацию государственной программы Республики Алистан, содействие занятости населения, которые позволят создать условия для функционирования рынка труда, сочетающие в себе экономический и социальный интерес работодателя и потребности развития экономики на основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, увеличение возможности применения труда для заработных граждан путем развития предпринимательской инициативы, создание новых рабочих производств благодаря расширению садоводства и государственного района, балансированности спроса и предложения рабочей силы, снижение социальной распространенности в обществе посредством эффективности целевой поддержки лиц, потерявших работу. Для обеспечения занятости и доработки гражданами содействия трудоустройства проводится работа по взаимодействию с работодателями района по обеспечению своевременного представления сведений о наличии свободных рабочих мест, вакансий и должностей и выполнению установленных квотов для инвалидов. Подполагается, что в 2018 году в Центре занятости будет заявлено от работодателя около 350 вакансий для трудоустройства на постоянной основе и более 1200 вакансий на временной общественной работы, в том числе 300 вакансий на организации общественных работ, 40 вакансий на организации временного трудотворения и дработицы граждан, испытывающих трудолженность в творческой работе, 800 вакансий для временной занятий несо indicating лит loading ребята, свободного требования вmann arise alive. В центре населения будет проводиться работа по содействию трудоустройства безработных граждан на созданные рабочие места по предприятиям и организациям района в рамках реализации инвестиционных проектов. Прогнозируется трудоустройство более 300 человек на созданные новые рабочие места. Заслушав доклады, первый заместитель главы администрации Загир Баташев акцентрировал внимание на данном вопросе, так как от него зависят общее благосостояние жителей нашего района. Вы все слушали, цифры у нас по району, по социально-экономическому развитию уменьшительные, последние 2-3 года особенно. Вы знаете, в прошлом году у нас было первое место по республике Дагестан, где возьму район предназначено. Я хотел сказать несколько слов по школам. Здесь обозначили, что строится школа Керечная, Хамоу-Юрт, Кокротер и Карлайн-Юрт. Я хотел отметить параллельно с этим, что у нас на сегодня несколько аварийных школ. Все знают, все в курсе, соответственно, заявки мы продоставили наверх. Особенно, вот я помню, адрестор, там школа списана в 2006 году из-за этих паводков, там подтопило стены, осели, просели. Но тем не менее, детей же не бросивших надо обучать, вот они обучаются в плачевном состоянии пятилетке, в октябрьском и так далее. Также у нас, вы знаете, вот рождаемость, прирост населения около 3000 в год, более, да? Это целая армия, это считаете, 3000 мест надо создавать в школах дополнительно. И вот мы вроде ликвидировали трехсменку, да? И вот из-за того, что вот каждый год население растет, трехсменка получилась Ахклад Юрти, Ким Си Юрти, Эндрей Два, Гинжавул, Кандау Раул. И вот эту трехсменку, от того, что мы написали, что у нас там трехсменка, никто нам не верит, это проверяют Москвы. Обязательно комиссия, вот, Министерство образования, вот, последняя комиссия была, они даже нас не предупреждали независимо. Там подключили городских этих работников образования, и у нас присутствует, по-моему, Айвар, да, там? Теперь вот эта комиссия, она заключение протокола составила, что действительно у нас имеет факт трехсменки вот этих школ. И в следующем году еще добавится. Потому что у нас в республике, и чуть ли не в России, по росту населения мы на первом месте. С одной стороны, видите, это очень хорошо, вот, с другой стороны, вылечет такие проблемы, которые надо решать. Вот по садикам, по обеспеченности местами детских садов в Дагестан оказалось на последнем месте. Это, с одной стороны, нам хорошо сейчас, с одной стороны, конечно, с другой стороны, плохо. Я почему говорю хорошо? Вот, Карланьюрт, сколько они страдали, там школы не было, да? И вот сегодня там построили такую школу, это фантастика. Мы вот на той неделе посетили главой эти объекты, и Кадр-Утар, школа, которая строится, и Карланьюрт, это просто произведение искусства. Там спортзал, там актовый зал громадный, там пищеблок, ну, все там происходит, все. Территория и архитектурное оформление, пожарная защита, красота. Целая территория там, спортплошадка, где там заниматься. Вот так и по садикам, вот я хочу вас заверить, что мы на весь район нужду обозначили наверху. Где, в первую очередь, где, в вторую очередь, ну, по очереди строить тут надо. А надо у нас сегодня 13 садиков, да, вот 13 садиков, представляете, 56 населенных пунктов, 13 садиков. Я думаю, у нас самое слабое положение в этом отношении по республике Дагестан тоже. Так же, да, вот. Просто не строили целым годами. Сейчас было, да, в последние годы, слава Аллаху, что вот построили несколько садиков, отремонтировали. И дальше мы работаем. Мы не останавливаемся, теребим, беспокоим. Вы нас беспокоите. Вот так об этом хотел сказать. Так же я хочу вам сказать, что вот последние годы, вот, ЕГЭ мы начинали, все были недовольны. Я сам в том числе. Вот зачем это надо? Да, это вот, ну, мы по старинке привыкли жить, да, и не было нужды, а ввели от ЕГЭ. А теперь вот с этими годами, да, мы видим, все равно у нас рост идет успеваемости. И идет в последний год рост сдачи единого государственного экзамена. Так, Аллахамова мяч. И заметный рост. Что же хорошо, наконец-то все родители и дети поняли, что деньгами экзамены отца не получишь. Это, это им, значит, будет легко поступать. Они вот и начали в основном районе почти, ну, больше 50 процентов, я так думаю, Абдулхамова мяча, занимаются репетиторами, где платными, где бесплатными. Это тоже хорошо. В общем, идет бурный рост грамотности населения. С проектом восстановления присутствующих ознакомил заместитель главы администрации Нарулам Уртвазалиев. Прогноз подготовлен на основе анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования на СССР до 16-го года. Учет оценки ожидаемых результатов 2017 года. С применением показателей индекса дефиляторов в приложении Министерственной экономики Республики Дагестан. По расчетам разработанного прогноза социально-экономического развития района предусматривается увеличение темпы роста по всем отраслям экономики на 2018 год и на охлажденный период по 2019-20-е годы. В целях сохранения положительной динамики темпы роста показателей социально-экономического развития района и достижения прогнозных показателей администрации муниципального образования на СССР до 16-го года. Продолжен работу по выполнению планов мероприятий дорожная карта по резервам обеспечения дополнительным налоговым и неналоговым доходом. Продолжен работу направлены на снижение неформальной занятости на территории Министерственной экономики Республики Дагестан. По второму вопросу о наличии сайтов в поселениях района и о необходимости размещения в них информации, Загир Батадшев отметил, что не все главы сельских муниципальных образований уделяют внимание к качеству сайта поселений в плане предъявляемых требований. Он призвал активизировать работу на местах.